Сегодняшняя проповедь посвящена тому, ради чего нас создал Всевышний Аллах. «Создал людей ради того, чтобы поклонялись лишь одному Ему». Коране Всевышний по этому поводу так говорит смысл. «Я создал людей и джиннов лишь для поклонения Мне». Сура Аз-Зарият, 56 аят. «Кроме единого Аллаха нельзя больше поклоняться ничему и никому». Всевышний в Коране говорит смысл. «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». Сура Аль-Каф, аят 110. «Поклоняться можно только одному Единому Аллаху». «Кто бы это ни был, будь то самый приближенный к Всевышнему Ангелу или самый высокочтимый Пророк, никому из них нельзя поклоняться. Если кто-то предаст сотоварища Всевышнему Аллаху, то это грех, который не прощается, да убережет нас от этого Всевышний». Всевышний в Коране говорит смысл. «И не прикажет Он вам, чтобы вы взяли ангелов и пророков себе Господами». «Разве же Он прикажет вам неверие после того, как вы стали мусульманами?» Сура Аль-Лю-Имран, аят 80. «Ни одному ангелу, ни одному пророку нельзя поклоняться. Поклонение заслуживает лишь один Всевышний Аллах». Подумайте, можно ли поклоняться чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха? Разве не Он дал нам глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, руки, чтобы держать, ноги, чтобы ходить, язык, чтобы разговаривать, разум, чтобы размышлять? Разве не Аллах создал солнце, чтобы мы могли работать днем, луну и ночь, чтобы мы могли отдыхать? Разве не Аллах не спосылает дождь с небес и пропитание с земли? Разве не Аллах создал самые разнообразные деревья, которые радуют нас своими плодами? Разве не Аллах создает в утробе матери сына или дочь? Разве не Аллах создает причистое белое молоко в груди матери? Разве есть кто-либо, кроме Аллаха, который в силах все это сделать? Плянусь Всевышним, нет такого могущества ни у кого, кроме Аллаха. Поэтому никто и не достоин поклонения, кроме одного Аллаха. Вся хвала Ему за то, что есть у нас такой Господь. Вся мощь и могущество лишь у одного Аллаха. Лишь Он может все создавать, и более никто на это не способен. Его знаниям, могуществу, возможностям нет ни предела, ни начала, ни конца. Всевышний в Коране говорит смысл. О люди, приводится притча, послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят им мухи, даже если они объединятся для этого. Сура Аль-Хадж, аят 73. Даже если профессоры всего мира соберутся, то не смогут создать глаза, кроме стеклянного. Руки, кроме пластмассового протеза. Вся хвала Ему за то, что есть у нас такой Господь. Поклонение достоин лишь один Он, наш Создатель. Основа поклонения – это вера в Аллаха. Нет большего поклонения, чем это, и нет большего вознаграждения, чем за это. Все остальное вытекает из веры в Аллаха. А кто не верит в Аллаха, тому ничто не поможет. Без веры во Всевышнего все благие дела, которые человек успел сделать в этой жизни, в Ахирате превратятся в пыль. Поэтому вера в Аллаха является основой всего. Раз все, чем мы владеем от Всевышнего, то как мы можем не чтить Его и не поклоняться Ему? У кого есть хоть капля разума, уверует в это. Самое лучшее, что есть у нас – это наша вера. Всевышний в Коране сказал, смысл. Все, чем вы владеете, от Аллаха. Сура ан-нахль, аят 98. Все, что у нас есть от нашего Создателя, если Он не даст, то ничего и не будет у нас. Да сделает Аллах нашу веру крепкой, чтобы мы могли собираться в Его домах, мечетях, жить и покинуть этот бренный мест верой в Него. Создатель в Священной книге сказал смысл. Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Сура Юнус, аят 100. Поэтому мы должны бесконечно благодарить Всевышнего за то, что сделал нас мусульманами. Хвала Тебя, о Всевышний Аллах, за то, что даровал нам ислам и сделал нас последователями Твоей религии. Второе, что мы должны знать и соблюдать, пятикратный ежедневный намаз. Намаз, дорогие братья, это великое дело возле Всевышнего Аллаха. Значение намаза огромное. Например, в этом мире никто не может перейти границу страны без паспорта. Также, клянусь Аллахом, и человек на том свете не сможет перейти мост Сарат без намаза. Как в этом мире человек без паспорта не может пройти границу, так и на том свете человек без намаза не пройдет мост Сарат. Клянусь Аллахом, не пройдет. Почему? Потому что намаз на нас возложен Всевышним Аллахом, как фарс. Не выполнив то, что возложено Аллахом, Разве можно пройти мост срад Всевышнего Аллаха? Аллах говорит, совершайте намаз, чтобы поминать Меня. Тот, кто не совершает намаз, не поминает Аллаха. Тот, кто не совершает намаз, забыл Аллаха. Он забыл того, кто создал его. Иначе бы он делал бы Аллаху сучду. Только тот, кто забыл Аллаха, не делает Аллаху земной поклон. Он напрочь забыл Аллаха. Кто может больше Него забыть Аллаха? Ведь Он тот, кто не преклоняет перед Ним голову пять раз в день. Пусть Аллах не сделает нас такими, дорогие братья. И пусть Аллах наших потомков не сделает такими. О других обязанностях Аллах оповестил нас через ангела Джабраиля, алейхиссалям, отправив его на землю. Ураза, закат, хадж. Но что касается намаза, братья, Аллах пригласил к себе пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, за семь небес, и там оповестил о намазе. Такое великое дело намаз, дорогие братья, по сравнению с другими богослужениями. По сравнению с другими видами поклонения, намаз имеет особое значение. Так, если у кого-то нет сил или здоровья, он может не держать пост. У кого нет возможности, тот освобождается от обязательной милостыни, закаты. Точно так же освобождается от выполнения хаджа тот, кто не имеет средств или здоровья. Однако совершение намаза не снимается с человека ни при каких обстоятельствах. И больной в постели, и сражающийся на войне обязанно совершать намаз. Говорится, что те, кому посчастливится попасть в рай, спросят у тех, кто обречен на муки ада, «В чем причина вашего положения?» Они ответят, «Самая главная причина – пренебрежение к намазу». Дорогие братья, не забывайте, что исполнения намаза недостаточно. Наши жены, дети, близкие люди, тоже должны совершать это богослужение. Разве хорошо будет, если мы благодаря намазу обретем рай, а наши жены и дети попадут в ад? Пример такого человека подобен тому, кто при пожаре, бросив свою семью, спасается, думая только о себе. В поклонении Всевышнему следом по значимости идет доброе отношение к родителям, их уважение и почитание. «У тех, кто не относится должным образом к родителям, и поклонение не может считаться полноценным». Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что однажды он спросил пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, «Какое из дел самое благое?» Он ответил, вовремя совершенный намаз. А потом какое? На что пророк, саллиллаху алейхиссалям, ответил, «Доброе отношение к родителям». Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, продолжил спрашивать, а потом пророк, алейхиссалату вассалям, следующим ценным деянием назвал «Сражение на пути Аллаха». Обратите внимание, после намаза для нас самым ценным является уважительное отношение к родителям и лишь потом усердие на пути Аллаха. А ведь на этом пути могут и покалечить, и убить. Однако даже несмотря на то, что во время священной войны жизни грозит большая опасность, любовь к родителям стоит выше этой жертвы. Еще хочется сказать о том, что все, что мы должны делать, является поклонением. Отказ от греховного тоже суть поклонения. Ведь пророк, алейхиссалату вассалям, учил нас тому, что, оберегаясь от всего запретного, можно стать лучшим из поклоняющихся. Тот, кто много читает Коран, часто перебирает четки, посещает зиараты и шейхов, часто раздает милостыню, совершает суннат-намазы и может показаться самым набожным из людей. Однако это не так. Как вы уже услышали, пророк, алейхиссалату вассалям, назвал лучшим богослужением избегания греховного. Лучший верующий – это тот, кто не курит, не пьет, не обманывает, не злословит, не сплетничает, следит за должным поведением и одеянием своих женщин, не посещает греховные мероприятия, не связан с ростовщичеством. Чтобы быть истинными верующими, нам достаточно соблюдать предписания религии и избегать всего греховного. В самом начале проповеди я говорил о том, ради чего нас создал Всевышний. А теперь спрошу, для чего Создатель возложил на нас поклонение, в какой цели мы должны достичь своим поклонением. Наше богослужение должно показать мощь и величие нашего Творца, а также указать нам на нашу немощь и зависимость от Него. Мы же понимаем, что без помощи Всевышнего мы ничего не можем и должны находиться в благоговейном страхе перед Создателем. Взять, к примеру, слова Всевышнего в Коране смысл «О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь». Сура Аль-Бакара, аят 183. Видите, даже пост предназначен нам для того, чтобы мы понимали мощь и величие нашего Создателя. И все остальные виды поклонения, такие как намаз, хадж и другие, должны нас привести к послушанию Аллаху. Если мы, конечно, выполняем все предписания с чистым намерением, но если мы не видим такого результата, значит, мы неискренне соблюдаем свою религию. Уверовавшие должны в намазе ощущать свою ничтожность перед Всевышним. Так ли проходит наш намаз? Задумаемся, братья. Посмотрите, как проходит наш пост. Если мы соблюдаем пост, и некто в это время напрашивается на спор, что мы делаем? Поддерживаемся ли от споров и дрязг, как учит пророк Алейхиссаляту вассалям, или стараемся не отстать и не уступить? К сожалению, то, что мы держим пост, никак не влияет на наше поведение. И спорить и злословить мы вполне способны, оказывается. И на хаджи мы умудряемся спорить, ругать, ругаться, выяснять отношения, тогда как мы своим богослужением должны всего лишь понимать свою ничтожность и полную зависимость от всемогущего Творца, у Которого вся сила и мощь. Приводит ли наше поклонение к пониманию величия Всевышнего Аллаха? Дает ли нам наше поклонение понять нашу слабость и немощь? Мы не понимаем и не видим истинное величие Создателя, не ощущаем себя творениями, хотя наше поклонение на это и направлено. Посмотрите, как в Коране описанном Альбас, который пророк Юсуф обращается к Аллаху, смысл «Господи, Ты даровал мне власть в Египте и научил меня толкованию событий, снов. О, Творец небес и земли, Ты, мой покровитель в этом мире и вечной жизни, упокой меня предавшимся Тебе, то есть, будучи верующим и подчинившимся Тебе, и причисли меня к числу праведников, лучших рабов Аллаха». Сура Юсуф, аят 101. Как он просит, будучи пророком, окончание своей жизни в лоне веры и боязни Всевышнего. Он сам пророк, и его отец и дед тоже пророки, а он сомневается и просит о том, чтобы умереть, будучи верующим. Он боится умереть неверующим и молит Создателя о милости. Почему он так просит? Да потому что у него крепкая вера и он искренне боится Всевышнего, осознавая его величие и могущество. Пророк Юсуф, алейхиссалям, прекрасно знает, что все происходит по воле Аллаха и просит его о благодати. Наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, часто просил Всевышнего «О переворачивающие сердца, укрепи мое сердце в своей религии». Этой мольбой он просил о том, чтобы Аллах не сделал его одними заступившихся. Разве пророк алейхиссаляту вассалям не был самым богобоязненным? Клянусь Аллахом, был… Однако посмотрите, как он просит. Печать пророков салли Аллаху алейхиссалям знает, что все зависит от Аллаха и его судьба полностью в его воле. Понимание величия Создателя приводило его к такой просьбе. Расскажу об имаме Шафиа. В тот день, когда он заболел и находился при смерти, к нему зашел его ученик по имени Музани и спросил имама, «Как ты поступил утром?» Имам Шафиа ответил, что утром приготовился покинуть этот мир и спить горькую чашу смерти и предстать перед величием Создателя. Имам Шафиа также сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, куда попаду, в рай или ад». Кто искренне поклонялся Всевышнему, был чист сердцем и крепок в вере, вот так и заканчивали свою жизнь. Они покидали мир с богобоязненностью и пониманием величия Аллаха. Дай Аллах нам бараката таких праведных людей. Мы признаем, что наши сердца покрыты пылью, грехи не позволяют проникнуть свету веру в наши сердца, однако мы понимаем, что слабые в вере и не боимся, как надо, могущества Аллаха и надеемся, что подобные назидания и любовь к праведным людям приведут нас к счастливому концу в вере. Дай Аллах нам такой удел.